Mortal Kombat 12 – это та игра, которую мы все ждем. Warner Bros. на волне успеха мультиверсуса будут развивать свои файти-направления. И не стоит забывать, что Mortal Kombat – это самая продаваемая игра в данном жанре, которая уступает только лишь Смэшу. Поэтому выход МК-12 лично для меня является скорее вопросом времени. Сегодня я вместе с вами сделаю список из 30 бойцов, которых хотел бы видеть в новой игре. И постараюсь дать свое мнение касательно каждого из них и коротко аргументировать, почему именно его я хочу видеть в новом файтинге. Если вашего любимчика не будет в списке, пожалуйста, не обижайтесь. Мы начнем сразу после сообщения от моих друзей из Gigabyte. Ребята, вы знаете, что я большой фанат мониторов. Но такого монитора, как данный Gigabyte, у меня еще не было. Gigabyte M32UC – это 31,5-дюймовая IPS-панель с 4К и 144 фпс на борту, на которой очень приятно играть в современные игры и смотреть фильмы в высоком разрешении. На своей 3080 Ti я смог впервые посмотреть на Mortal Kombat 11 и Tekken 7 в разрешении 4К. Такого количества деталей я раньше даже не замечал. Единственное жалко, что сами файтинги идут максимально в 60 фпс, если, скажем, это не For Honor. Здесь уже заметно, что реагировать и отражать при высоком фпс намного легче. 144 Гц отлично раскрывает шутеры по типу CSGO или Zoom Eternal. Я поиграл пару каток в контру, и после подобного фреймрейта уже сложно возвращаться на 60 фпс. В играх с быстрым движением ты начинаешь уже видеть четкую разницу. Но, конечно, вам нужна топовая карта PlayStation 5 или Xbox Series X, чтобы полностью раскрыть данный монитор. Во время работы из стримов мне очень понравилась цветопередача панели. Это один из немногих мониторов, где я могу запустить Resolve или подключить Mac, и быть уверенным, что мне хватит места для удобной работы с видео и графикой. Думаю, что 93% охват DCI-P3 есть не только на бумаге. Все цвета выглядят насыщенными и близкими к реальности, что очень важно в моей работе. Обычно я монтирую работу на макбуке, и благодаря функции встроенного KVM свеча я могу подключить свой ноутбук с помощью одного USB-C кабеля, нажать кнопку KVM и автоматически управлять ноутбуком с помощью клавы и мыши основного компьютера. После завершения работы нажимаю еще раз и продолжаю игру на тех же девайсах. Очень удобно. Поэтому, ребята, если вам нужен игровой и рабочий монитор с отличной передачей цвета, максимальным разрешением и FPS, то Gigabyte M32UC это хороший выбор. И это лучший монитор, который у меня был вообще на данный момент. Ссылку на M32UC я оставлю в описании. Мы пройдемся, наверное, по каждому пункту. Один, два, три, четыре и так, наверное, где-то 35 героев. Мы обязательно выделим группу DLC гостевых героев. Я надеюсь, все картинки тут у нас будут. Я постараюсь максимально подробно аргументировать свое мнение, почему я считаю, что этот герой должен быть в ростере, почему он будет интересным, да, и почему он вообще нужен новой игре. В составлении любого телеста по Mortal Kombat, я думаю, стоит начать с золотой семерки. Да, те герои, которые были в самой оригинальной игре. Это вот как раз Джонни Кейдж, Кано, Рейден, Люкан, Скорпион, Саб-Зеро и Сони. Вот про них, я думаю, точно не забудут. Конечно же, номер один у нас в ростере Mortal Kombat 12 будет Скорпион. Да, потому что Скорпион и Саб-Зеро — это два столпа, на которых вообще стоит вся серия. В новом фильме история Скорпиона и его линии, его потомство вообще на первом плане. Тот же Кол Янг, как оказалось, наследник Скорпиона в игре. В фильме, в мультике именно на Скорпа очень большое внимание. Особенно в последних фильмах, я бы даже сказал, что главное внимание. Поэтому Скорпион номер один, а Саб-Зеро в этом плане, мне кажется, немножко менее популярный. Во всяком случае, в глазах создателей медиа. Поэтому Скорпион будет в Mortal Kombat 12, ну, 100%. Наша живая классика Mortal Kombat 1. Ну, понятно, на втором месте у нас будет Саб-Зеро. Саб-Зеро тоже очень много получил развития в последнее время, вот в связи с этими мультиками и фильмами. В самой игре, мне кажется, в Mortal Kombat X как-то больше внимания ему уделялось. Нельзя сказать, что он прямо на центральном фокусе сейчас находится, но его клан, вот особенно после событий Mortal Kombat 11, или мы возвращаемся во времени назад, и мы уже видим молодого Саб-Зеро, или опять же, да, это будет какой-то софт-рибут, после того, как кто-то победил Хронику, наверное, Люкан победил Хронику. Мне кажется, вот под таким ключом история Саб-Зеро будет смотреться интересно. Вот, что они придумают, предстоит нам, наверное, увидеть в истории, да, в режиме истории Mortal Kombat 12. Третий герой, наверное, по значению вообще для всей вселенной, это Люкан. В последних играх, конечно, Люкан был скорее шестеркой. Кван-Чи, шестеркой Шинека. Про него забыли, про него забыли. Да, он был, наверное, главным протагонистом Mortal Kombat 9, но после того, как Рейден его испепелил, как-то про него забыли. Вот мультик, конечно, вернул все на круги своя. Он, мне кажется, очень-очень давно считается вообще главным, да, героем в Mortal Kombat. Но сейчас это не так. Сейчас это не так. Куда вообще история Люкана приведет в новой части? Типа, он просто перезапустит таймлайн? Или будет также, да, участвовать активно в событиях нового мира Mortal Kombat? Я вот не знаю, да, будет он злодеем или будет хорошим? И вообще, откуда начнется история Mortal Kombat 12? Вот, но охота, наверное, чтобы про него заново вспомнили. И его похождения, да, вместе с Кунг Лао, они были более акцентированы в истории. Так, после Люкана мы по-любому ставим Рейдена. Он натворил очень много делов в последних играх. Ну, по-любому он будет. То есть, я не вижу ни одного сценария, где бы Скорпион, Саб-Зиро, Люкан или Рейден, они бы просто исчезли, да, чтобы их там вообще не было в лоре игры. Мне кажется, за это фанаты просто уничтожат. Это Буна и компания. Сколько там они плакали, или я не знаю, сколько мы плакали, да, когда не добавили Мелину в Mortal Kombat 11. Если кого-то из вот этих основных кор-героев серии не будет, то у НРС большие проблемы, потому что там такие волны говна в Твиттере поднимутся. Фанаты Мелины еще сказочками покажутся, да. Да, Рейден будет 100%, мне кажется. Соня, Джонни Кейдж и Кану. Многие люди не помнят, но они были в самой первой части игры. Я уверен в этих героях на 100%. Да, Соня Блейд, Джонни Кейдж. Кану, мне кажется, тоже был во всех частях Mortal Kombat. Кану офигенный боец, если честно. Mortal Kombat 11, он туповат, но мне очень нравится версия Кану в Mortal Kombat X. Разнообразные стили. Ты можешь отыгрывать от зонинга, ты можешь отыгрывать от прессинга, ты можешь отыгрывать от захватов. Я бы хотел увидеть такого Кану, который мог бы менять, да, стиль своей игры на ходу. Да, в MK11 он немножко ограничен. Мне кажется, он скорее такой мегапрессер. Но Кану может быть интересным бойцом. Вот, надо его немножко переосмыслить, и я думаю, получится круто. Так, смотрите, пока что у нас получаются три героя. Точнее, шесть героев и Кану, да. Если у нас есть Лю Кан в истории, то я думаю, должен быть и Кунг Лао. Потому что он был в Mortal Kombat 9. Офигенный герой. Mortal Kombat X тоже суперский персонаж. Mortal Kombat 11 стал хуже. Вот, в Mortal Kombat 11 мне Кунг Лао вообще не нравится. Его стиль игры, он стал медленным, он стал каким-то вязким. Но, я думаю, он должен быть. Вот, потому что у нас есть еще какой-то намек на Great Kung Lao, да. Люди говорят, что, может быть, все-таки история продолжится уже в прошлом, во времена Great Kung Lao. Поэтому, я надеюсь, какую-то версию Кунг Лао мы так и увидим. Окей, есть восемь героев. В первую очередь, да. Помимо основы. Окей, основа у нас еще Китана. Китана, мне кажется, тоже вряд ли куда-то денется. Насчет Джейд я не уверен. Милина, наверное, ну, должна заехать. Должна заехать. Потому что они знают. Они знают, как много сумасшедших фанатов у этой Милины. Если, не дай бог, Милина не появится в Mortal Kombat 12, они опять засрут это Буно. Мне кажется, они забулили один раз это Буно. Добавить Милину снова, и он побоится. Они просто побоятся Милину снова не выпускать. Насчет Джейд я не уверен. Джейд не был в Mortal Kombat X. Типа был стиль у Китаны Морнфул. Но я бы пока Джейд не добавлял. Потому что очень много уже свободных слотов. Теоретически, та же Джейда может быть там в качестве DLC. Давайте мы, короче, вернем. Давайте мы вернем тех самых любимчиков, за которых топили в Mortal Kombat 9, Mortal Kombat 11. Так, мы, короче, обязательно возвращаем Смока. Но, наверное, в его человеческой форме. Вот, Хьюман Смок был офигенным в Mortal Kombat 9. Он мне даже чем-то напоминает Фуджина. Такой же быстрый, такой же ловкий. И постоянно двигается, да, постоянно что-то делает. Вот такие герои, мне кажется, очень нужны. Вот за таких героев приятно играть. Я хочу, чтобы вернулся Смок. И я хочу, чтобы вернулась Рептилия. Потому что Рептилия — это один из моих самых любимых героев в Mortal Kombat 9 и в Mortal Kombat X. Я не знаю, как бы он игрался, да, в реалиях 11-й части, которая стала более медленной. Но, я думаю, игрался бы неплохо. Да. В Mortal Kombat X, мне кажется, у него очень продуманная система стилей. Очень интересные стили. Кроме первой, наверное, да. Но то, что он может замедлять время, то, что он может уходить в невидимость. Делать из него интересного героя. Вот я хочу, чтобы за них, да, в первую очередь, было интересно играть. Вот. Для меня это, наверное, главный фактор. Это даже не зависит от лора, да. Но я вижу, как тех или иных героев можно сделать прикольными для геймплея. Чтобы они были такими же, как Смок в Mortal Kombat 9. Чтобы они были такими же, как Фуджин, да, в Mortal Kombat 11. Вот сейчас таких героев очень мало. Вот за кого охота играть в Mortal Kombat 11? Ну, я не знаю, по пальцам можно пересчитать. Вот. Но здесь надо, чтобы прям такой весь ростер засиял. Как думаешь, если будут трибурги? Если будут один персонаж или разные? Я бы хотел, чтобы вернулась история с разными, наверное, трибургами. Трибург сам по себе получился крутым. Вот. Даже есть его иконка здесь. Если бы мы увидели отдельно, скажем, того же Сайрокса, это было бы бомбезно. Сайрокс Хьюман ничего из себя не представляет. Ну, вот Сайрокс робот с его бомбочками, да, с его сетью, там, очень жестким, очень жестким потенциалом на тот же сетапинг. То есть ты ставишь бомбочку и уже заставляешь оппонента совершать ошибки. Если говорить про робота, в первую очередь хочу видеть Сайрокса, потому что он был невероятно крутым в МК-9. Он был хорошим в Mortal Kombat X, да. Сайрокс, я думаю, будет отличным дополнением простера Mortal Kombat XII. И я по нему реально скучаю в Mortal Kombat XI. Я бы без проблем заменил, скажем, Джеки Брикс или Фератора какого-нибудь, да. Ну, понятно, его нет. Надо, надо, мне кажется, ждать его возвращения в Mortal Kombat. Следующий герой, которого я бы добавил сюда, еще один робот. Да, но меня терзают очень большие сомнения, потому что роботов остается сколько? Три штуки. Я буду, наверное, смотреть чисто с точки зрения геймплея. Сектор интересный, но он недостаточно креативный. Есть роботы, которые, мне кажется, более, более интересны. И это, в первую очередь, Киберсаб-зиро. Вот так. Да, кетчуп и горчица отменяются. У нас будет горчица, и я не знаю, что это. Помидоры. Кенши, кстати, да. Да, ребята, Кенши. Кенши, я думаю, можно... Кенши очень сложный выбор. Почему? Потому что он мне не так сильно нравится. Хотя по нему снимают новый мультик Snow Blind. И он, так сказать, на хайпе. И вот эти герои, да, по типу Кенши, скорее всего, их могут добавить. Я очень сомневаюсь в том, что добавят ту же Нитару, которая буквально на один кадр засветила сисками, да, в фильме. Но Кенши, да. У него уже такой мощный сольник. И обычно это означает, что к этому персонажу есть интерес, и, типа, его будут знать. Те люди, которые, соответственно, купят игру, ну, возможно, часть из них так вспомнить. А, это же Кенши, да, это же тот слепой воин. Да, Кенши, наверное, будет. Вот я бы добавил Кенши вот чисто с точки зрения промоушена в Mortal Kombat 12, чтобы больше хайпа было. Что думаешь про Куана и Токеду в Mortal Kombat 12? Я думаю, то, что они обязательно должны появиться. Это ростер, который я хочу. Вот, и в первую очередь мне нравится, как эти герои играются. Да, Куан-Чи невероятно круто игрался. Особенно в Mortal Kombat X. Три самых разных стиля. У него, вот знаешь, Куан-Чи, это как глаз Кена. Стеклянная пушка. У него невероятная атака и нулевая защита. И вот я думаю, такие персонажи нужны. Вот, знаешь, две крайности. Или он тебя убивает, или вблизи, или своим зонинком. Или, скажем, ты его просто разматываешь. Вот. В этом плане Куан-Чи мне очень сильно нравятся, да, вот эти вариации. Саммонеры. Я бы хотел, чтобы он вернулся. Можно очень много всего придумать. И, мне кажется, НРС в Mortal Kombat X показали. Вот, насколько он может быть интересен. Кен-Чи, Куан-Чи. Я добавлю Токеду. Джеки Брикс в новой игре нам не нужна. Вот. Я не знаю, все устали. Все устали от нее. Все устали, на самом деле, от многих героев. И, если бы, скажем, они уже в этой игре вместо Джеки взяли Токеду, это был бы win. Это была бы такая большая победа. Потому что Токеда – это лучший герой в Mortal Kombat X среди новых. А, может быть, даже вообще среди всех. Токеда офигенно играется. Вот Токеда нужен Mortal Kombat. Добавьте ему такие же хлысты. Возможно, немножко переосмыслите. Да, если, скажем, игра у вас будет более медленная, я говорю про MK12, то хлысты, возможно, стоит сделать не такими далекими. Но Токеда лично я считаю, что Mortal Kombat X – это один из лучших героев. Токеда Куанчи – это то. Джакс. Я, наверное, добавлю Джакса. Вот. Джакс – это один из самых узнаваемых и, наверное, харизматичных героев в Mortal Kombat X. Mortal Kombat вообще всей вселенной. Окей, Джакса добавили. Ты же Ермака хотел. Ермак было бы неплохо. Ермак – неплохой вариант. Да, но со временем как-то мне надоела из-за него игра. Ермак действительно может быть интересным чариком. Но вот я вспоминаю Mortal Kombat, и со временем игра за него надоедает. Нужно немножко переосмыслить. Нужно ему добавить, наверное, более уникальные мувы, потому что самая интересная вариация Ермака, на мой взгляд, это где он парит, это где он летает и разводит тебя на вот эти высокие удары. Ермака я бы хотел видеть, но немножко сделайте его другим. Добавьте некое разнообразие, вот. Потому что сейчас, мне кажется, особенно в Mortal Kombat X, он немножко скучноват. В Mortal Kombat X он мне больше нравится. В Mortal Kombat X со временем надеял. Ермак должен быть в МК-12, но я жду каких-то изменений. Вот, я жду каких-то изменений, чтобы его геймплей, я не знаю, стал менее унылым. Так, вы говорите то, что Найт Вульф может подойти. Найт Вульф в Mortal Kombat XI имеет очень хорошие идеи. Мне нравится то, что там есть вариации с духами животных. Он может вот эту кибу вызвать, волка, или может вызвать медведя, ну и еще орла. Но, к сожалению, это никуда не идет. Это слишком скучно. Модификаторы, бонусы, которые дают Найт Вульфу его звери, они очень простые. Они, к сожалению, никак не улучшают его геймплей. Найт Вульфа надо переработать. В Mortal Kombat X он был слишком простым. А в Mortal Kombat XI, мне кажется, тоже ни рыба, ни мясо. Вот, особенно в XI. Поэтому, если бы, если взять, да, некоторые идеи из XI части, доработайте, сделайте его геймплей более уникальным. Скажем, придумайте что-нибудь прикольное с его топором, да, придумайте что-нибудь прикольное с его молнией. И тогда Найт Вульф в теории может быть интересным персонажем, вот в качестве геймплея. Я бы хотел все-таки Котеля, ребята. Я сюда вставлю Котель Кана, моего любимчика. Ну, неплохой герой. Вот. Неплохой герой. Я соглашусь, что он туповат. Вот, наверное, и в Mortal Kombat. Mortal Kombat X и Mortal Kombat 11. Да, он немножко туповат. Наверное, в первую очередь из-за своего командного захвата, который попадает по сидячим оппонентам, даже без блока. Но все-таки, типа, он был, да, императором внешнего мира. Он один из претендентов. И Котель достаточно популярный герой. Вот. Он был популярным во времена MKX. И сейчас тоже он, вот, переживает ренессанс. Очень много людей начало играть за Котеля. Все начали видеть его силу, да, силу в его далеких атаках, силу в его вот этих продвижениях, разводках. Он сильный. Да, и я думаю, я бы хотел, чтобы Котеля вернули. Как бы я не любил Скарлетт в Mortal Kombat 11, это тот вот герой, у которого тоже есть хороший потенциал. Да, я это признаю, ребята. Скарлетт может при желании затащить, затащить геймплей. И я бы, наверное, вот хотел увидеть новую итерацию Скарлетт. Вот что они с ней придумают. Но Скарлетт и Джейд у меня вот ситуация 50 на 50. Джейд бы тоже, наверное, неплохо подошла, но мы все это уже видели. Мы все это уже видели. Хотя и Скарлетт тоже, да, два раза появлялась в современных играх, так же, как и Джейд. Но, наверное, здесь действительно. Я бы хотел увидеть, что они придумают со Скарлетт. Вот эта магия крови, близость к Шао Кану. Может быть, ее тоже как-то в историю приписать. Но если будет Скарлетт, а может быть, это будет Скарлетт, которая еще не была обращена Шао Кану. Нет, но тогда ее вообще даже не будет. Это будет другой герой. Это будет не Скарлетт. Поэтому, да. Нитара, да, она же летает, верно? Блин. Если честно, я бы хотел, может быть, Нитара. Вот. Вы правы, что у меня какой-то сосисочный получился тирлист. Я бы хотел, наверное, чтобы какие-то новые женские герои у нас появились. Да. И, может быть, их можно было бы, да, как-то раскрыть. Нитара не самый плохой кандидат. Вот я ее могу добавить чисто вот из-за ее потенциала. Но кем она будет, да? Нитара будет вампиром. Нитара будет летать. Что она будет делать? Но, если бы, скажем, она заменила ту же Девору или Джеки Брикс, я был бы не против. Вот. Я был бы не против. Я добавляю Рейко, наверное, в лист. Потому что я думаю, что он на волне хайпа, так же, как и Кенши. У Кенши будет свой мультик, но Рейко мы уже видели. Мы уже видели в фильме, мы уже видели в мультике. И, опять же, да, многих других героев мы там не заметили. А вот Рейко там был. Хотя он, типа, я не думаю, что основной персонаж в истории Mortal Kombat. Да, он просто генерал армии Шао Кана. Ну, тоже, наверное, немало. Но, скажем, в MKX, MK9 никакого фокуса на Рейко не было. Вот. Но, учитывая то, что другие медиа, да, его подхватили и, типа, пытаются его немножко раскрутить, я думаю, Рейко может появиться. Насколько он будет интересным, это, опять же, вопрос. Потому что Mortal Kombat 4, я его особо не помню. Вот. Но потенциал, наверное, есть. Потенциал, наверное, есть. Ладно. Давайте, короче, начнем с DLC. Майкл Майерс, наверное, все-таки один из таких самых явных кандидатов на попадание в ростер Mortal Kombat 12. Опять же, да, если они смогут договориться. Я не знаю просто, кому именно принадлежат права на этого героя. Но если они смогут договориться, то это будет круто. Эш из Зловещих Мертвецов. Много было утечек. Много было слухов. Много было писем на имейл, которые подтверждали то, что Эш должен появиться уже в Mortal Kombat 11. Но, к сожалению, этого не произошло. Что-то у них там с правами не задалось. Поэтому Эша не было. Я думаю, к 12 части игры они смогут так и договориться. Возможно, с какими-то новыми правообладателями, да, или устранят проблему, которая у них была. И Эш так и будет просто. Дэдпул. Если бы Дэдпул появился в Mortal Kombat, это было бы эпично. Но Дэдпул это Марвел. Марвел с DC особо не контачат. И давать их для своей игры, не знаю, вряд ли будут. Я бы хотел очень сильно здесь увидеть Судьбу Дредда. Мне очень зашел последний фильм с Карлом Урбаном, Джадж Дредд. Многие не понимают, что он еще хорошо зайдет по своей натуре, да. Мы не говорим про Судьбу Дредда с Сильвестром Сталлоном. Мы говорим про настоящего, хладнокровного убийцу Карла Урбана. Блэйд. Блэйд тоже Марвел принадлежит. Как бы круто смотрелся Блэйд в Mortal Kombat 12. Да, конечно, может быть персонаж немножко утратил своей популярности. Ох, так, Пеннивайз. Наверное, будет. Наверное, будет. Хотел бы ли я сам его? Ну просто никто, никто больше не остался. Ну то есть, если смотреть на всю эту ситуацию реалистически, то да, Пеннивайз, Майкл Майерс, Эш. Мне кажется, больше всего шансов именно у них оказаться в ростере Mortal Kombat. Флэш, Дум Слэйер. О, да. Я забыл про этого красавчика. Дум Слэйер. Но я не знаю, каким он должен быть. Это будет второй Терминатор? Вот эти трое, да. Я бы сам хотел увидеть Судьбу Дредда. Я бы сам очень сильно хотел бы увидеть, соответственно, Дум Гая. Это я тоже добавлю как DLC. Надо смотреть направо, да. Вот мы пока что такой ростер делаем. Ну, насчет Майкла Майерса, насчет Эша и Пеннивайза, да. Вот больше всего шансов у них. Насчет остальных, не знаю, кто угодно. Ну вот пока что как-то так, ребята. Пока что так. Ну, конечно, это, я бы сказал, это не финальный ростер Mortal Kombat 12. Да, здесь у нас еще остаются старые герои, которых можно вернуть. Но я бы, конечно, оставил прям какой-то слот. Вот именно слоты. Они должны быть интересными. Может быть, даже пару боссов из старых частей добавить в эти недостающие шесть клеток. Да, и вот лично для меня эта игра уже будет так смотреться хорошо. Да, будет смотреться хорошо. Но нужны переработки многим героям, вот. И их можно сделать интересными.